А по среднам я провожу прием граждан, ну теперь по удаленке, используя современные цифровые технологии. Вхожу в приемную, на экране огромное число людей, немножко меньше, чем здесь. Это жители Котельников из такой региона, да, в Подмосковье. Мы два часа с ними говорили о проблемах мигрантов в Подмосковье. Это столичный регион, до Кремля. 30 минут езды. И жители, ну просто были возмущены тем беспределом, который творят мигранты в этих Котельников. С другой стороны, они жаловались на бездействие властей. У нас был диалог, вопрос-ответ, я интересовался, они отвечали. Были возмущены деятельности МВД, миграционного подразделения, главы региона, которые не принимают никаких мер. Тем, что рядом располагается рынок, садовод, известный подмосковный рынок, где незаменимые зарубежные специалисты торгуют нашими овощами. Вот Ольга Ивановна сказала о дискуссиях. Наверное, здесь дискуссии тоже могут состояться, но я бы скажу свою довольно жесткую точку зрения. А начнем все-таки со статистики. Ольга Ивановна сказала, что мы знаем все. Мы действительно знаем очень много. И вот о чем говорит статистика за 23 год в отношении преступлений, совершенных иностранцами и лицами безгражданства на территории Российской Федерации. В 23-м году число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами безгражданства, я так мягко говорю, составило 38 936 человек. Преступлений. Да, произошло некоторое снижение на 3% преступности в 23-м году. Ну, кстати говоря, эти данные нельзя назвать полными. Они не учитывают преступления, совершенные лицами, недавно получившими гражданство Российской Федерации. И с правой точки они не являются мигрантами. Вместе с тем, несмотря на небольшое снижение преступности мигрантов, отмечается рост особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, плюс 32%. Возрос удельный вес особо тяжких преступлений до 26%. В 23-м году заметно возросло количество преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. В сфере незаконного оборота наркотиков, плюс 27%. Нам незаменимые специалисты тоннами везут наркотики на территорию Российской Федерации. Преступления экстремистского характера, плюс 147%. Незаменимые специалисты привозят нам в страну. Нечурай о цене киберпреступности, используя современные технологии, плюс 27%. Все чаще мигранты совершают резонансные преступления и правонарушения. Ну, а Кроку Сити уже сказали сегодня, растет число преступлений, связанных с сопротивлением полицейским, нападение на граждан, который выполняет свой гражданский долг. Заступился русский человек за девушку, на него нападают и избивают. Что касается географии, география преступности мигрантов, к сожалению, расширяется. Мы сказали уже о Москве, Московской области. Здесь рост в Москве в 23-м году 7 921 преступлений, Московской области 5 318, Петербург 22657, Самара, Челябинская область, выходит в число передовиков. Рост миграционных преступлений в Алтайском крае, Ямал-Ленецком автономном окрике, Тамбовской, Кемеровской, Пензенской, Курской областях, Томской, Иркутской, ну и так дальше. Вот такова география преступлений и цифры, которые говорят сами за себя. Мне хотелось бы начать свое выступление уже, кроме цифр, указанием на то, что мы должны, мне кажется, честно рассказать сами себе, о чем мы добиваемся. С какой целью мы завозим мигрантов в нашу страну. Это может быть экономическая политика, когда нам говорят, что мы не можем обойтись без мигрантов. Это могут быть какие-то политические соображения, о которых, может быть, мы не догадываемся, но они существуют. Но самое главное начать говорить правду, что мы хотим получить в результате. Что касается нынешней ситуации, я специально попросил наше управление, наше управление по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, я хочу доложить, сколько мигрантов было завесено за 4 месяца этого года. Москва. Миллион двести за 4 месяца этого года. Московская область. 880 тысяч за 4 месяца этого года. Санкт-Петербург. 860 тысяч за 4 месяца этого года. Ну, говорят, что мы без мигрантов не можем ничего построить. Еще одна тенденция, которая сегодня отмечается, они все меньше работают на стройках. По нашим данным, 13% от тех, кто заезжает к нам, как бы, чего-то строить, только лишь работать на стройках. Где сегодня мигранты чаще всего работают? Такси. Водвозка продуктов питания. И на рынках. Вы находитесь в прекрасный период Белых ночей в Санкт-Петербурге. Рекомендую, прогуляйтесь в центр города, по Неве. Там очень много пароходиков, теплоходиков. Кто приглашает, я вчера прошелся, кто приглашает на пароходики? Узбеки, таджики. Но без них никто нас не сможет пригласить на пароходики. И мы с вами не полюбуемся Петербургом в период Белых ночей на катере, которые, куда нас приглашают мигранты. Ну, теперь, что говорится, как говорится, политика. Давайте вернемся к политике. Все это, понимаете, последствия. И деятельность Следственного комитета, мы активно работаем в направлении, это борьба с последствиями. А мы пытаемся активно работать. Год назад я дал указание нашим подразделениям создать на места группы по работе с мигрантами. Мы активно участвуем в рейдах вместе с другими правоохранителями. Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию. В чем эта фишка заключается? Мы стали реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции. Мы более 30 тысяч уже отловили таких нежелающих, получивших гражданство, но нежелающих встать на воинский учет. Поставили на учет и уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции. Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи. Рыть окопы, укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти укрепления строили. Но самое главное, я ведь начал с того, зачем это нам надо. И мы боремся с последствиями. Вот я взял в интернете, нашел, пока ехал. Правительство в январе этого года приняло очередной план по реализации миграционной политики в Российской Федерации. Есть, оказывается, такая у нас политика. И вы можете найти в интернете. ТАСС сообщила о состоявшем в утверждении этого плана. Если мы почитаем этот план, то он в основном связан с адаптацией, улучшением адаптации мигрантов, которых мы завозим. Но ни один пункт плана не ставит задачи с ограничениями до миграционного потока в нашу страну. Оценки существуют самые различные. Мы толком и точно не знаем, сколько находится иностранство сегодня на территории России. Ну вот я слышал и читал и 14,5 миллионов, и 16,5 миллионов. У нас 145 миллионов, да? Это так. Получается, каждый десятый иностранный гражданин. Почему я говорю о том, что мне кажется, правительство должно самым главным образом обратить внимание на миграционную политику с точки зрения необходимости завоза, это значит понять, а сколько нам вообще надо для поднятия нашей экономики иностранные рабочие силы. Уже более двух лет существует рабочая группа при Совете Безопасности Российской Федерации. Сейчас вопрос миграции мы часто собирались, сейчас встречи стали разными, более редкими. Я часто задал вопрос и вице-премьерам, которые там были, и министрам. Скажите, уважаемые коллеги, а вы сами-то понимаете, сколько нам нужно мигрантов, чтобы поднимать нашу экономику, как вы утверждаете, иначе она, иногда так и говорили, без иностранной рабочей силы Россия погибнет, наша экономика рухнет. Мне никто толком так и не сказал, только один из зам предсообмена, не буду называть его фамилией, уважаемый человек, так подумал, говорит, ну, 1400. То есть всего, оказывается, на стройке России, чтобы строить, развиваться и так дальше, для всей страны, нужно 400 тысяч человек. И только Москва за 4 месяца завезла 1,2 млн. Я очень уважаю Собянина, мои друзья, у нас хорошие отношения, но на экономическом форуме здесь он сказал, 95% мигрантов – это хорошие ребята, и не надо все смешивать в кучу. Но я понимаю, Москва строится, расширяется, но все равно разве миллион 200 надо для этого? В чем корень зла, как мне кажется? Здесь есть бизнес, да? Только честно. Нет, да? Есть, в президиуме есть. А, ну, я готов сражаться. Готовьтесь и вы. Хотя, может быть, у вас другая точка зрения. Я считаю, виноват бизнес наш. Виноват наш бизнес. Он у нас хороший, но разный. Что нужно нашему бизнесу? Дешевая рабочая сила. Для чего? Для получения прибыли. Что такое прибыль? Это разница между вложением и полученным результатом. Чем меньше денег бизнес тратит на рабочую силу, тем выше прибыль бизнеса. Вот в чем корень зла. Я думаю, что нашему бизнесу, нашему отечественному, дорогому, любимому, надо подумать не только о прибыли, а об интересах нашего государства, о безопасности нашего государства. В условиях специальной военной операции такая миграционная политика и рост преступности мигрантов и экстремизм, который составляет плюс 147%, просто недопустимы. Это угроза национальной безопасности. Есть опыт, который можно использовать сегодня? Да, есть. Опять, пользуясь случаем, что мы находимся в Ленинграде, я ленинградец, вспомню, как решал вопрос Советский Союз и Ленинград в 70-е, 80-е годы. Ленинградцы тоже не особенно хотели работать на заводах, на стройках, что делало руководство Ленинграда. Григорий Васильевич Романов, «Статство небесное». Прекрасный руководитель Ленинграда, Ленинградская партийная организация. Его называли хозяином Ленинграда. Привозили ребят из Псковской области, Вологодская, близлежащие территории, Карелия. Не просто приглашали, а создавали профессионально-технические училища, куда ребята приезжали и за 7-8 месяцев получали рабочую специальность. Им предоставляли общежития. То есть они входили уже в город, по сути дела, а в город было трудно попасть, кто постарше помнит, была прописка и так дальше нужна. Но создавался рабочий класс Ленинграда не из узбеков и таджиков, а из русских. Они потом в училище, потом стали создавать высшие технические учебные заведения при промышленных предприятиях. И сами промышленные предприятия создавали себе специалистов. Подойдите, пожалуйста, к Амилтейску сегодня. В Амилтейске вверхе есть такое предприятие, собакатые истории. Я один раз подошел, посмотрел. Электрогазосварщик. Зарплата 55 тысяч рублей. Ну кто пойдет на такую зарплату к станку варить корабли? В ночном баре больше заработаешь, разливая водку. То есть уже тогда была начата политика внутренней миграции. Внутренней миграции. Я ставил этот вопрос на заседание рабочей группы Совета безопасности. Коллеги, почему вы не развиваете внутреннюю миграцию? Давайте повторим ту же схему. Северо-западные области, вот Псковщина моя родная, где я родился, там безработица, там негде мужикам работать. Пожалуйста, привезите их в Москву, в Москву, в Санкт-Петербург. Отдайте себе при жизни не мигрантам, а этим ребятам. Научите их трудиться и оставьте их здесь. Жалуются очень люди. Вот много примеров, когда к нам очень много стало обращаться людей по этой тематике, он приводит пример. По Новосибирскому не запомнился. Пример. Новосибирский академгородок. Вот там, где центр нашей академической науки, да? Там что-то строить стали. Отвели общежитие для мигрантов. И окружающие к нам обратились, помогите, пожалуйста. Они заехали вечером, человек 500, устроили пьянку, гулянку, пристают к девушкам, бьют русских. Помогите, следственный комитет. Я поинтересовался, как они там оказались. Турецкая фирма завезла узбеков и таджиков в академгородок Новосибирск. И они там беспредельничают. Пример более позднего, позднего периода. Пожалуйста, Белоруссия. Там есть батька, да? Как он решает эту проблему? Тоже можно заимствовать. Очень эффективная политика мигрантов. Там не запрещают завод мигрантов. Но там строго регламентируют этот процесс. Бизнесмен, желающий завести незаменимых специалистов из Узбекистана, должен доказать миграционной службе, что действительно это незаменимые специалисты. И в Белоруссии таких специалистов нет. Это первое. Второе. Обосновать количество тех мигрантов, которых этот бизнесмен хочет завести. Третье. Все расходы, связанные с пребыванием мигрантов, несется сам предприниматель. А вы знаете, что для того, чтобы вывести мигранта, мы сами платим из бюджета деньги. За его билет. до Ташкента. Нет, батенька завез, сам его вози. Дальше мигрантов оставить. Бизнесмен должен встретить с пирогами и блинами этих мигрантов в аэропорту, привезти в подготовленное общежитие, контролировать их поведение. Дальше четкий контракт от полугода до года и не более того. Ни жены, ни детей, ни бабушек, ни дедушек, только рабочая сила. Контракт закончился и все на выход. Поэтому там мигрантов и нет. Почему? Им это не интересно. Давайте честно говорить, они сюда приезжают не работать. А получать блага Российской Федерации. Через вид на жительство, через получение гражданства. Гражданство можно получить за три месяца. С другой стороны, наши соотечественники, которые по разным причинам оказались за пределами Российской Федерации, годами, будучи русскими, годами не могут получить гражданство Российской Федерации. Жаловались жители в подмосковье, в поликлиниках одни мигранты, в торговых центрах одни мигранты, в школах учительница, такой резонансный был случай, отказалась преподавать в школе, потому что там в основном узбеки и таджики, русских в школах мало. Очень агрессивно ведут себя дети. Дети. Видимо, какое-то воспитание, потому что Советский Союз, конечно, ушел далеко, мы о нем забыли, это новое поколение, они не знают, что такое интернационализм, Великий Советский Союз, победивший в Великой Отечественной войне, я все думаю, многонационального советского народа в борьбе с фашизмом, это уже другое поколение. И много примеров, когда мальчик с 6-7-8 лет нападает на ровесников. Последний случай, на детской площадке, мальчик с 6 лет набрасывается на девочку в 13-е лет, в конце концов она не выдерживается, отпихивает, приходит папа бородатый, мама в щелме, возникает конфликт. Вот, коротко говоря, я понимаю, что регламент не позволяет в полной мере мне изложить все, что я считаю нужным, но я полагаю, что, несмотря на то, что и мы, Следственный комитет, с Великой Отечественной новелл привели, для того, чтобы стабилизировать ситуацию, ну, например, мы полагаем сделать, внести в уголовный кодекс дополнение ответственности как отягчающее обстоятельство для мигрантов, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Интересно, кстати говоря, что незаконные мигранты, незаконно находящиеся, больше преступлений, чем законные мигранты. Ну, и так дальше. Не буду загружать презентацию, там это можно будет посмотреть, но я полагаю, самое главное, изменить политику, миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы мы за счет внутренних ресурсов, о которых я сказал, за счет внутренней миграции, решали свои экономические, политические, национальные и другие проблемы. Спасибо за внимание. Спасибо. Галина, можно я в нарушении регламы, это может быть, вот чуть-чуть два замечания сделаю. Вот что касается нашей борьбы с мигрантами и миграционными преступлениями. За прошлый год мы возбудили 77 уголовных дел против работников миграционных служб МВД России. Вот их деятельность это мощный фактор внедрения миграционных нелегалов суда и совершения преступлений. Примеры яркие. Петербург, о котором мы говорим, заводит много мигрантов. Мы уголовные дела возбудили против начальника миграционного управления петербургской полиции. Против его заместителя они за год завезли, незаконно оформили миграционные документы для 100 тысяч незаконных мигрантов. И заработали полтора миллиарда рублей. Нормально, да? Вот опять вспомню Адмиралтийский судоверх. И там и отец работал в свое время. Вот сейчас зарплата 55-60 тысяч электрогазосварщик. А мой отец был электрогазосварщиком пятого разряда. Он получал 400 рублей по тем временам большие деньги. И обед стоил за счет профсоюза 40 копеек. И наша семья платила 5 рублей за коммунальные услуги. А я в это время пошел в милицию я получал 150 рублей. То есть рабочий класс Ленинграда получал большие деньги. Да, они квалифицированные рабочие, но они же все повышали постепенно квалификацию. Вот сопоставьте. Так давайте платить. Я когда говорю с бизнесменами, которые меня пытаются критиковать, ну что вы там против мигрантов? Русские не идут. Подождите, говорю. Так вы заплатите нормальные деньги русскому человеку, чтобы он к вам пошел. Вы знаете, что мигрантов можно платить меньше. Вы знаете, что мигрант можно поставить, не поставить налоговый учет. Вы уходите от налогообложения, здесь что, воруете. Нет. И третий момент. Уже начались положительные сдвиги. В некоторых территориях главы субъектов, этих субъектов, вводят ограничения на применение работы иностранных специалистов. Например, Калужская область, Ямал-Ненецкий автономный округ. Примерно 15-16 областей уже перешли на труд собственных людей. И они говорят, и в интернете тоже можно посмотреть, никто не пострадал, ничто не встало, не замерло. Такси ездят, продукты подвозят и самое главное промышленность. Но это должно быть волевое решение руководителя субъекта. То есть он заинтересован, чтобы в его субъекте был мир, покой и порядок и не было миграционной преступности. Спасибо. Знаете, вот в этих бедах миграционных виноваты значительные части русские. Вот сегодня заговорили, да? Ну, кто принимал экзамены, это русские же преподаватели. И мы дела возбуждали уже не против мигрантов, а против преподавателей, которые получали взятки. А это не узбеки, не таджики, это русские преподаватели. Ну, как можно было допустить, да? Университет передает функцию, контрольную функцию заградительного мероприятия, совершенно правильно, да? В какой-то коммерческой структуре. И да, за деньги пропускает. Когда мы расследовали Крокус-Сити, а до сих пор продолжаем расследовать, вышли на интересную тему. Вот там было в этом Крокус-Сити большое число иностранных специалистов, о которых мы сегодня говорим. И среди них на поток было поставлено на получение полного пакета, необходимого для узаконения пребывания в стране. Стоило это, товарищи, недорого. 16 тысяч рублей целый пакет. Был гонец, который приходил в Крокус-Сити, интересовался, ребята, кому здесь надо получить легализацию. 16 тысяч в неделю и он приносил пакет. Кто это? Русские. Миграционная служба МВД. Поэтому давайте винить не только зарубежных специалистов, но самих себя и разбираться с самими собой. Спасибо. Пожалуйста, Исана Валович. Спасибо, Исана Валовича за откровенный разговор. Действительно, не только миграция там что-то не то делает, не строит, а возит, да? Они создают объекты своей культуры, молильные дома. То есть, они вот уже физически захватывают нашу территорию не только идеологией, но и конкретными объектами. Что касается прокуратуры, вы знаете, я уже не хотел, тут как бы прокурорских нет. Да нет, я наоборот, может, есть кто, давайте подискутируем в открытую. Возбуждаем уголовное дело по миграционному преступлению, нам прокуратура используя свое право отменяет наше решение. Я избрал тактику борьбы с прокуратурой таким образом, они отменяют, а я даю команду повторно возбудить. Иногда до трех, до четырех раз приходится. Что вы смеетесь, вы знаете, как напряженно? А страдают-то люди. Вы из прокуратуры, нет? Нет. Откуда, если нет? Такие случаи очень много, к сожалению, по всем регионам. Я в одном случае в Подмосковье дал поручение Следственному комитету нашему областному начать процессуальную проверку против заместителя прокурора района. Чем же он руководствуется? Они обычно так обтекаемо пишут, но нет, не собрано достаточно оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. А тут люди из Котельников. Я спрашиваю, а где ваш прокурор? Обращались без толку. И вот последнее заявление вчера я тоже с удивлением прочитал, один из сотрудников прокуратуры генеральной, я не знаю, кто он такой, сказал, что мы сильно все ущемляем мигрантов. Надо о них больше заботиться, а мы их обижаем. Но это просто какой-то нонсенс. Вы знаете об этом сообщении, да, уважаемый журналист. Посмотрите, пожалуйста, да не по Котельников, вчера. Сотрудник прокуратуры где-то он сказал на каком-то мероприятии, что вот надо наоборот их всемирно защищать сильную прокурорскому надзору. Мы будем это делать. Это что такое? У нас кто будет защищать? Ну, нас будут защищать ребята, которые на СОО, по-моему. Вот такое у меня чувство. Надо их дождаться. Только на них да. Потому что очень много заявлений, когда парень на СВО, а здесь близких обижает мигранта. Почему вы избрали тактику? Я еще раз похвастаюсь. Это наш тоже тренд, мы его открыли. Хватаем с помощью рейда, ставим на учет и туда. Кто-то едет, я уже сказал, порядка 10 тысяч поехали, но многие и смываются. То есть вот у нас есть положение конституции тоже ведь не работает и никто не избегает. МВД жалуется, что мало народу. Ну, ребята, тогда давайте жестко займите нашу позицию по ограничению завоза. Но они же этого не делают. Они же не выступают жестко. Мы, к сожалению, не обладаем законодательной инициативой. Генеральная прокуратура обладает, но не пользуется. МВД обладает, но не пользуется. Уже нет. Как уже нет? Все? Ну, слава Богу. Вот и связи. У меня вопрос. Здесь нет депутатов Госдумы? О! Будьте добры, если можно, так сходу. Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, а что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы причем принятие новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? Я здесь, и очевидно, этот вопрос интересует. Конечно, мы этим занимаемся, и я лично этим занимаюсь. С большим интересом сейчас слушаю выступающих, и если вы позволите, после окончания я к вам подойду. Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Извините, я в комментарии. Спасибо, услышала. После приемов котельника, который я провел, Царьград разместил информацию, есть такой сайт, и там пошли комментарии, и там написано, Бастрикин, ты, конечно, молодец, но без госдуры, которая, в конце концов, должна принять какой-то закон, ничего сделать не сможет. Поэтому, будьте добры, если сможете нам, доложите, пожалуйста, расскажите, что же Государственная Дума, в конце концов, сделает с этой политикой принятием какого-то соответствующего закона, вытекающего из нынешней ситуации, очень тревожная. Спасибо. Палач, Александр Иванович, Вы хотите прокомментировать? Да, Сергей Григорьевич, большое спасибо, что Вы приняли участие в нашем форуме. Не испугались, честно рассказали. Вот, Сергей Григорьевич, все-таки, вот о чем Вы говорите, это последствия нерешенности главного вопроса, который я Вам еще раз хочу задать, как предприниматель. Вы предприниматель, да? Реальный бизнесмен, да? В хорошем смысле этого слова. Вы хороший, да? Наверное. Вот, как хороший бизнесмен, я хороший исследователь хочу задать вопрос. Только честно ответьте, пожалуйста. Вот Вы тоже убеждены, как бизнесмен, хороший, что нам без иностранных специалистов не поднять экономику. А потом вся Ваша проблема, они наславятся на главный вопрос, как Вы его отвечаете. Никак не обойтись и начинайте жаловаться мне на то, что Вам мешают. Ответьте честно. Никак, ни в коем случае не обойтись. Да? Честно отвечу? Да. Средним специальным образованием и популяризацией культуры труда нужно было активно заниматься последние лет 15. Это первое. А второе, мы можем без иностранной рабочей силы в каком-то интервале горизонта планирования обойтись. То есть не в сегодняшнем прям времени, потому что нечем заместить. Это объективная сторона. Быстро. То есть в динамике одного или трех лет. А поступок... Второе вам раз натикающее с первого. Потом я скажу, зачем я задаю такие вопросы. Это такая тактика допроса. Скажите, пожалуйста, в каких сферах, если Вы обладаете, я не обладаю информацией, в каких сферах экономики работают наши иностранные специалисты? Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Давайте. Давайте. На сегодняшний день самый большой работодатель, на мой взгляд, платформенная занятость. Что это? Интернет-платформа, которая привлекает Яндекс, Озон, Сбермаркеты, доставщики и все, что сейчас связано. А стройка на каком месте? В моем понимании. Да. Ну, объективно. Ну, я думаю, что где-то в третьей позиции. Третья? Третья. А вот это привести, это что русский не может? Конечно, может. А зачем нам на странный специалист? На первом месте. На втором месте что? На втором месте, я думаю, где-то, наверное, ЖКХ или розница. Это что такое ЖКХ? Двор? ЖКХ. Уборка. Уборка. Тоже не решить без иностранного специалиста Узбеку убрать двор, да? Третья. Давайте, пусть будет стройка. Наконец, я добился своего, да? Так. Значит, теперь объясняю, почему. Значит, есть хороший и плохой бизнес. Как вы считаете, Газпром хороший бизнес? Или плохой, только честно, под запись. Это бизнес. Камера. Игорь Николаевич. Это видеозапись допроса, да? А это бизнес. Хороший бизнес. Друзья, поезжайте, лахта-центр есть. Вот когда вечером, сейчас белая ночь, и вот такая вышка, да? Это что? Это Газпром. Подъезжайте поближе. Вот, например, Комарова, на неделю Газпрома 2, я выеду в Комарова, есть такая песенка, и в Комарова надо ехать мимо лахта-центра. Там такой забор, через который все видно. Куча этих самых, как называется, вот, которые живут рабочие? Бытовочка. До третьего этажа. Зачем Газпрому, чтобы поставить, они хотят еще одну башню построить? Иностранные специалисты. Ну, если серьезно, вы в Скове давно не были? Не был, честно. Ни разу? Не был, ни разу. 250 километров на Москве, это моя родина. В советское время там было шесть оборонных предприятий. Мужики все были заняты. Небольшой город, 250 тысяч работы было. Сейчас 250 тысяч работы нет. Я уже говорил о Вологодской области, о Карелии. Ну, привезите мужиков с Комарова на тот же самый лахта-центр. Ну, всего 250 километров, вахтовым методом. Оставьте эти самые вагончики. Мужики в Сковске терпеливы. За хорошие деньги они и в вагончиков поживут. Но ведь не везут же. В прошлом году была ситуация, когда вот такая была проблема Северного Намоева, я решил посмотреть, а кто там, что там делает. Ну, сейчас тема снята, стройка закончилась. Ну, почему я вспомнил сейчас об этом. Прихожу, а там строят кто? Таджики. Таджики. Приезжает, ну, так я неожиданно пришел, приезжает главный инженер этой фирмы, которая там строит. Я спрашиваю, а почему у вас таджики здесь? А у меня? Так сукор. А сколько мигрантов платят? На тот момент. Ну, на тот момент, в этой же, в этой конторе. На тот момент мигрант получал 60 тысяч. так 20 тысяч экономия? Сделайте 120, и пойдут русские. А мигрантов выгоните. Согласен. Вот понимаете, вот вы все время вот так, вот так, вот нашим, туда-сюда, 5-е, 10-е, 6-е, 7-е. Ну, не надо, вот, в Сковщину, я не знаю, поезжайте, давайте вместе съездим. Соберем аудиторию, да? Ну, ну, у меня там родня до сих пор живет. Мужики водкой заливаются, нечего делать, по грибам ходят, чтобы закуска была. Ну, меня не убедили, честно, Василий Иванович. Понимаете, вот поставьте себе стратегическую задачу, хороший бизнес, да? Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив. Чтобы была хорошая зарплата, хорошая работа, механизацию включайте, не кирпичи таскать, вот так-то на силу, а новые технологии развивать. Вкладывайте деньги в новые технологии, чтобы было меньше тяжелой рабочей силы. Разводительность труда. Понимаете? Ну, это же не происходит. И вы сами признаете, они в интернете сидят. Нифига себе, вы извините за эмоциональность, просто ко мне народ обращается, и всех это достало. И винят все бизнес. Я же говорю, неплохой, и хороший винят бизнес. Да? Ну? Кто привлекает? Приведите, пожалуйста, пример, какая контора приехала во Псков и взяла оттуда ребят. И они отказались. Про Самару не знаю, на Псковщине точно бы поехали. Был, кстати, пример, несколько лет назад в Москве один мужик из Пскова сделал общежитие, стал завозить псковичей, потом его задолбали налоговыми проверками. Московская налоговая инспекция. Видел, по заказу кого, по чьей-то заказ. И он свернул это дело и уехал обратно во Псков. Все, больше попыток не было. Ну, не мешайте хотя бы русскими работать во имя России, строить нашу Россию силами Россия. Спасибо. Давайте еще минут 10 продержимся и уйдем. Ладно? Что касается лобби, я знаю это лобби. На одном заседании вот та группа, которая сказала, звучало, значит, выступление министра экономического развития, называть фамилию не буду. Вот он и сказал, что мы погибнем. Экономическое развитие России приостановится. Я серьезно говорю. Рядом с ним сидели два крупных бизнесмена. И она не перевел, так сказать, внимание, стал с ними разговаривать. Это был такой телевизионный эфир. Друзья, почему вы так мало платите? Они сначала, мы тоже там это самое, не можем без них. Когда я спросил, почему вы так мало платите, они как-то заткнулись. Понимаете? Лобби есть, к сожалению. И в том числе, в правительственных или около правительственных кругов. Что касается... То же самое, которое по электросамокатам и всей прочей истории. Да. Уважаемые коллеги, вот у нас следующая панельная сессия начнет через пять минут буквально. Да успеем, успеем. По традиционным, семейным ценностям предлагаю нашу дискуссию туда перевести и продолжить. Мы потеряем народу. Мы не потеряем народу. Александр Иванович, от нас еще никто не уходил. Давайте проголосуем. Кто, чтобы остаться здесь? Кто против? Кому что, товарищ Сталин, надо голосовать тайно, но единогласно. Все, быстро. Европейский опыт. Завозили мигрантов, а сейчас что? Это фактор политической борьбы. Сейчас вот новое переизбрание в европейских государствах, да, голосует за того, кто против мигрантов. Они научились раньше нас, а мы этот опыт использовать не хотим. Я приезжал в Париж в 90-е годы, прекрасный город, увидеть Париж и умереть. Сейчас там одни арабы. И французы против этого. Поэтому я думаю, что вот эти факторы... Но их никто не слушает, французы. Да, надо использовать зарубежный опыт, чтобы не наступать на грабли Европейского Союза и лечиться от этого, от нашей болезни. Сейчас придут мигранты, нас вытолкают отсюда, правда. Лёш.